Техника Apple по низким ценам напрямую из американского Apple Store при помощи надежного сервиса Бандеролька. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple Team и ребят только что наткнулся на интересную статью в интернете. Статья про приложение для Apple Watch и после того, как я ее прочитал, для себя я решил, что Apple Watch я покупать не буду. Все дело в том, что я не готов вложить деньги в какое-то будущее, то есть это, считайте, выкинуть деньги непонятно на что на данном этапе времени. К тому же все приложения, которые были в этой статье, они выглядят ужасно и смотрятся, ну мягко говоря, плохо. Ну и в целом функционал их непонятен, потому что маленький экран, неудобно смотреть, и еще и аккумулятор в один день полностью убивает это все дело. Тем не менее, давайте посмотрим на лучшие приложения для Apple Watch на данный момент. Но если ты в России, каким-то чудом тебе удалось купить Apple Watch за непонятно какую цену... Кстати, ребят, кто из вас купил Apple Watch? Пишите в комментариях, будет интересно, что почем. В общем, первое приложение это Twitter. Он доступен для Apple Watch бесплатно, и вы можете просматривать ленту, ответы, делать ретвиты и просматривать избранные. Далее Instagram. Он также бесплатен, и вы сможете совершать любые действия с вашим аккаунтом, не доставая смартфон из кармана. One Password. Если вы забыли ваш пароль, то сможете прямо с часов его вспомнить. Просто нужно будет зайти в программу. Далее Flipboard. Новостное приложение, и на маленьком экране вам придется постоянно свайпить, чтобы, так сказать, прочитать две стихи. По мне так бред. Evernote. Зачем вообще, если... Впрочем, не важно. Приложение бесплатное. Далее Hydra. Теперь ваши фотографии можно редактировать прямиком с милипиздрического экранчика Apple Watch. Разработчики веселяются как хотят. Стоит это приложение 279 рублей, ну и уже доступно в Apple Watch Store. Далее банковские приложения. Я уверен, со временем будет больше приложений банков, но пока что самое первое это Альфа-Банк. Далее приложение Rantastic GPS. Если вы любите бегать, то приложение подсчитает, сколько вы прообежали, сколько вы сожгли калорий и так далее. То есть это действительно полезное приложение. Далее приложение Pogoda Live. Если вас не устраивает стандартная погода в Apple Watch, то за 119 рублей вы можете купить программу Pogoda Live. То есть променяйте шило на мыло, потому что выглядят они в принципе одинаково. И игра Best Friends. Это игра бесплатная и здесь вам предстоит окунуться в путешествие по миниатюре. Ну как бы все понятно. Экран маленький, поэтому и мир этой игры называется миниатюрия. Ну что же, ребят, в принципе это все, что есть классное в магазине умных часов. Конечно, там много различных игр и приложений, но это лучшее, что мне удалось найти. Как я и говорил в начале этого видео, лично я для себя решил, что Apple Watch я покупать не буду. Все дело в том, что это непонятно и зачем платить больше, если есть iPhone. То есть как бы вот такие вот мои ощущения по поводу этих часов. Пишите, ребят, что вы думаете о Apple Watch. Если вы уже купили Apple Watch, то напишите за сколько и как вам вообще умные часы. Но свое мнение я уже сказал. Не хочу переплачивать просто потому, что это какой-то современный тренд. Умные часы, блин, бредятина. На этом можем закончить. С вами был Apple TMS. Пишут впервые, подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока.